Детское радио представляет Спортивная программа Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио Сегодня мы познакомимся с удивительными людьми Они увлечены необыкновенным видом спорта От которого бегут мурашки по коже Захватывает дух, леденеют уши Но при этом хочется петь И я, пожалуй, вам тоже спою Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся Позабыть про докторов водой холодной Обливайся, если хочешь быть здоров Вот такая песенка о закаливании Закаляться — это значит тренировать свой организм так, чтобы не бояться холода И всегда оставаться здоровым и бодрым Мы сейчас поговорим о зимнем плавании Это вид спорта для самых закаленных людей В России моржи В Финляндии — выдры и тюлени В Северной Америке — белые медведи Ну, как только этих людей не называют И все потому, что они словно моржи и белые медведи Обожают плавать в холодной Или, как говорят еще, в зимней воде Зачем им тепленькая водичка в ванной Когда есть замерзшие реки, озера и холодные моря? Кстати, по поводу моржей Ты же, Сережа, знаешь, что в природе это большие ластоногие животные Ну, ластоногие, потому что у них ласт вместо ног Обитают они в Северном Ледовитом океане Им нипочем самый лютый мороз Под кожей у моржей есть слой жира Который сохраняет тепло и защищает от холода У моржей есть бивни Это такие огромные верхние клыки А еще моржи очень громко и смешно ревут В России моржеванием занимается почти 2 миллиона человек А по всему миру таких спортсменов просто огромное количество В нашей стране постоянно проходят соревнования по зимнему плаванию Они проводятся на реках и озерах, где во льду делают прорубь И на огромном открытом пространстве в холодных морях На этих соревнованиях не только российские моржи Но и представители данного вида спорта со всех уголков планеты Моржи плавают на дистанции разной длины Соревнуются и на скорость, и на самое долгое пребывание в холодной воде И во всех видах у нашей страны есть наивысшие достижения и самые настоящие мировые рекорды Среди российских моржей есть такие, что побеждали на чемпионатах мира более 15 раз Есть уникальные люди, которые проводили в зимней воде 2, 3 и даже более 6 часов Словом, наши моржи сильнейшие Что, Паша, твои дедушка с бабушкой тоже чемпионы? Они после бани всегда ныряют в прорубь? Ну, поздравляю! Вот, кстати, чем прекрасно моржевание Им можно заниматься с юных лет и до самого почтенного возраста Закаливание моржевание укрепляют здоровье Продлевают молодость и дарят невероятную энергию Да, забыл сказать Экипировка у зимних пловцов самая обычная Купальник или плавки и шапочка Невязаная Ира, резиновая И, кстати, шерстяных носков на них тоже нет Теплая одежда ждет спортсменов на берегу А вот теперь главный вопрос Как же стать моржом? Не-не, не так Сразу не получится, да и нельзя Опасно, можно сильно простудиться и, конечно же, заболеть Постепенно, потихоньку, по всем правилам Надо приучаться к холодной воде Начать закаливание можно дома, в ванной И обязательно вместе со взрослыми Сначала обливают прохладной водой руки Потом ноги, спину, грудь И вот ты уже почти морж Почти, потому что следующий шаг Это улица И опять же, сразу нырять в прорубь не стоит Тренировки моржей Очень хорошо продуманы и спланированы Первые заплывы Обычно проходят осенью Когда вода еще не совсем остыла Ну а дальше больше Ну, вернее, холоднее Спортом прекрасно заниматься В любое время года При любой погоде Одним интереснее тренироваться на холоде А другим в комфортных залах Я поддерживаю всех Самое главное Становиться крепкими, спортивными Ну и, конечно, здоровыми Можно пойти в физкультурно-оздоровительные комплексы Что строит по всей стране Компания «Газпром» Там тепло, светло И есть все условия для занятий Кстати, наш с вами разговор о моржах не закончился В следующий раз расскажу Какие еще ледово-снежные испытания Проходят закаленные люди С вами был спортивный комментатор Детского радио Захар Всем уле-уле Закаляйся А если хочешь быть здоров Здорово-здорайся Спортивная программа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok